Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и продолжаем играть в игру Darkwood. И сегодняшнее задание у нас перейти в старую рощу и обустроиться там как следует, чтобы уже отражать нападки врагов. Что у нас тут? Давайте-ка глянем инвентарь. Мне нужно взять наверное фонарь в руки. Армейский причем. Хочу глянуть как он освещает территорию. Так, что там? Что за скрипело? Оу! Собака! Откуда вылезла? Ничего себе, на удар буквально я ее завалил. Забираем это мясо и продолжаем наше движение. Слушайте, а фонарик довольно неплохо освещает. Вы не забывайте, что... Кто там? Ха-ха, смотрите-ка. Этот мелкий пляшивый гоблин тут появился. Сейчас я его... Опа! Ты смотри-ка, он еще сопротивляется. Ну, последний удар. Да как так-то? Лежи и отдыхай. Что у тебя там хорошего есть? Проволока. Она нам пригодится. Тряпки и бутылка. Ну, а камни мы выкинем. Они нам не нужны. А вот проволочка это хорошо. Для отмычки подойдет нам в самый раз. Это у нас свиноферма. Мы ее будем оббегать. Здесь нам уже делать абсолютно нечего. Быстро выдыхается мой персонаж. Ну, да ничего. Времени у нас много. Успеем дойти. И еще немножко вперед. И мы выйдем с вами на тропу, которая будет вести нас в старую рощу. Смотрите-ка, никого нету здесь. И это очень хорошо. Труп лежит. Надо его проверить. И довольно удачно. Так, получаем бутылку, канистру с бензином, сигнальный факел и батарейку. Как раз для армейского фонарика. Ну, где-то тут воют псы. Пока мне их не видно. Но зато прекрасно слышно. Стоять. Оу, жуки. Вот они-то мне как раз и нужны. Мне нужен с них панцирь. Обязательно. Для создания брони. Отлично. Оу, как они быстро бегают. Я думал, что нифига, они будут стоять на месте. Ну, как бы не так. Панцирь. Куда же мне его взять-то? Все забито. Ладно, давайте с вами выкинем тогда старые пустые бутылки. И заберем панцирь. И инвентарь у меня полностью заполнен. Теперь даже если я что-то найду. Положить не смогу. А вот она и дороженька наша, которая ведет через мост. Сейчас добежим до убежища. И выложим там весь ненужный нам хлам. И, кстати, здесь еще у нас встреча предстоит со скрипачом. Который хочет с нами встретиться по какому-то поводу. Ну, это все будет немножечко попозже. Черт, я ничего не вижу. Что там происходит-то? Ну-ка, посветим. Отлично. Старая роща. Вот мы и прибыли. Теперь нужно найти нам наше здание. Оно где-то... Ага, вот оно. Ну что же, довольно хорошо мы и быстро добрались. Без приключений практически. Бензина соточка. Мы сможем здесь, если нам понадобятся доски, распилить бревна. А вот то, что там у нас плесень расплодилась. Это, конечно, плохо. Ее надо будет все выжечь. Факелами в обязательном порядке. Потому что нам здесь придется бегать с вами. Здесь пока пусто. Оу, тут у нас еще и рюкзак лежит. Доска с гвоздями. А здесь металлолом. Блин, да, у меня нет места в инвентаре. Нужно найти срочно верстак. И он, по-моему, здесь где-то. Нет. Черт, я забыл, где у нас верстак. А, вот здесь, наверху, по-моему. Нет, тут генератор. Ха. Интересно. А где же у нас тогда верстак находится? Ни досок, ни гвоздей у меня нету. Заколотить не смогу. Ну, в принципе, там оно и не нужно. А, все. Все, все, вижу, вижу наш верстак. Он как раз находится вот здесь. Забегаем. Бревен-то довольно много у нас. Так что досок наклепать мы с вами сможем очень много. Надо бы нам маленько разгрузиться. Коктейль молотого. Подожди, давай-ка тоже сюда иди. Батарейки выложим. Так, бревна мы как раз заберем. Будем их распиливать на доске. Вот так. А, у нас полностью бинты. Три штуки максимум можем носить. Так, отлично. И проволочку тоже уберем отсюда. Хотя, вот так лучше сделаем. Вроде бы как и все. Побежали. Тогда мы сейчас распилим эти бревна на доске. Сколько там у нас хватит бензина? Я не знаю. Не будем. Блин, а что так быстро у фонарика кончается энергия? Меня это как-то не особо устраивает. Ну что же, давайте позвоним. Что-то произошло. Мне нужен в данный момент наш велосипедист. И чтобы он принес мне сюда мои шмотки. со старой Локи. Ну что же, 12 досок мы сделали. А вот где у нас велосипедист, я его не вижу. А он, интересно, вообще сюда приезжает? Не, ну по идее должен. А, вот он стоит. Ну что же, давайте мы ему дадим самогон. Хорошо пошло, аж дыхание сперло. Если хотите, я могу перевезти сюда ваши вещички из убежища. Из какого убежища мне перевезти вещи? Конечно же, из глухого леса. В процессе, шеф, лучше поздно, чем не до дна. Да я смотрю, велосипедист у нас просто приколист. Ну что же, хорошо, мы его озадачили. Теперь давайте сами делать нужные на вещи. Ну, во-первых, мне нужно будет сжечь обязательно эту плесень. Так, давайте-ка... Сейчас мы с вами найдем местечко, где мы будем прятаться. От этих всяких чудиков, которые будут к нам сюда приходить. Да, надо активировать печурку. Это в обязательном порядке. Это, грубо говоря, наш пункт воскрешения, возвращения и так далее. Все, теперь время час. Ну-ка, включим. Работает, горючка есть, но маловато. И мы сейчас, естественно, заправим по полной программе. На улице 5. Очень противная погода. Не люблю гулять, я в дождик. Потому что ничего не видно, темень какая-то сплошная. И время летит просто со скоростью света. А нам тут надо еще очень многое успеть сделать. Ух ты, практически, практически полностью заправили. И это хорошо. Так, что нам сделать-то надо, а? Тут у нас дверь есть. Это уже хорошо. Здесь нам абсолютно делать нечего. Это мы забираем. Да подожди ты. Вот так. На продажу пойдет гвоздь, металлолом. Ну, всякий хлам. Еще гвозди. Осталось только починить поврежденные стенки или двери, если такие тут есть. Шкафу ничего нету, но мы можем с вами немножко вот сюда вот так отодвинуть. И им, наверное, будем прикрывать двери. Ну, что ты застрял? Давай, протаскивай быстрее. Так, отлично. Можно будет даже подпереть. Ну, тогда здесь я не пройду. Да что ж за такой-то. Она везде. Так, давайте тогда мы вот это вот с вами переместим. Ну, как-то приблизительно будет выглядеть все таким образом. Ладно, побежали, короче, на разведку. Пока есть еще у нас немножко времени. Нам нужно идти наверх в жуткий дом. Сейчас мы тут всех подчикаем, если кто-то на меня сейчас рыпнется. Ой, елки ты, палки. Вот это да. Не увидел капкан. Да как тут увидишь такой темнотищи? Ой, драгоценное время тратим. Ну, давай ты, выбирайся уже оттуда. У нас еще, к тому же, очень мало ХП. Надо подкрепиться. Съедаем таблетки. Забираем металлолом. И идем дальше. Пока все тихо, хорошо. Труп. Нет, мы его трогать не будем. Он взрывающийся. И тут у нас лежат доски. Так, вот это мне не нравится. Это трупоед. Е-мое, вы посмотрите. Как он вылез из-под тяжка? Одного выстрела ему было достаточно. И забираем от него странное мясо. Надо посмотреть. Может быть, вот так вот мы сделаем с вами. Все-таки этот одноразовый дробовик, ну, он два выстрела делает, потом все. Непригодный. Поберечь просто надо мне патроны свои. Так уже их мало. Ну, где же этот жуткий дом-то, а? Время-то уже пятый час. Неужели он так далеко находится? Почему-то, когда мы в первый раз туда с вами шли, мне показалось, я как-то быстро до него добежал. А сейчас плутаем, плутаем и не выплутаем никак. Ну, куда-то... Так, еще псина здесь. Е-мое. Придется на нее тратить. Вот так вот. Опять нам достается странное мясо. Ведь где-то рядышком, я чувствую, должен быть этот домик тут. Но почему-то мне не видно. Так, здоровье мы поправили. Что-то мне такое ощущение, что мы вообще куда-то убежали уже в дебри. Что там за взрывы такие? Смотрите-ка, у нас тут трупец. Открыта новая локация. Поваленное дерево. И, смотрите, хмырь стоит. Ну-ка, сейчас мы его... Иди сюда. Блин, не получится, наверное, нас догнать его. О, слишком шустрый малый. А это что такое тут? Большие грибы. Да, это хорошо, они нам пригодятся. Получилось. Все поросло этими корнями. Давайте-ка вот так мы с вами бежим. И еще грибы. Естественно, забираем. Как бы это странно не звучало, но нам пора закругляться и бежать обратно домой в убежище. Потому что время уже поджимает. И я не хочу встретить ночь в диком лесу. Давайте, ребята, разворачиваться, наверное, и бежать отсюда со всех ног. Жалко, что в этом составе ничего нету. И еще большие грибы. С грибочками тут как-то получше, попроще. Так, тут у нас должно быть дерево с гвоздями. Возьмем пока просто гвозди. Древесины у нас хватает. Так что мы в ней пока сильно не нуждаемся. Так, это у нас ящик. Отмычка есть. Что нам выпадет? Оу, корпус пистолета, таблетки. И проволока. Как раз все вмещается. А это что такое? А, вот он, ребята, жуткий дом. Скрипача, слышим? Слышим. Это у нас толчок. Здесь нам делать нечем. Будем разговаривать с этим? Или нет? По времени уже седьмой час. Нет, надо нам вовсю отсюда восматываться. И как можно скорее. Плюс пока мы еще добежим до дома. Блин, как бы нам не встретить-то тут капитально. Давай, мужичок, беги со всех ног. Вот только тебя здесь нам и не хватало. Ну-ка, где ты? Получи. Странное мясо у нас никуда не помещается. Давайте вместо вот этого куска возьмем... Подожди-ка, где он? Я что-то не могу понять, куда я выкинул большой кусок мяса. Как всегда, ничего не видно и непонятно. Фиг с ним. О, еще один ящик. Отмычка есть, по-моему, у нас. Что тут? Батарейка пригодится. Проволока тоже для отмычки. И оружейные детали. Все, теперь уже точно надо бежать. Нечего нам тут рассусоливать. Уже какой-то туман пошел. Так, погоди, тут тупик. Ёлки-палки, ничего не вижу, что происходит. Сколько там до дома-то еще бежать? Ага, вот, все, прибежали. Колодец вижу. Оббегаем. Включаем генератор сразу же и будем ныкаться. Восемь часов. Это вам не шутки. На улице находиться в этот момент. Закрываем все двери. Так, не нужна мне, по идее, печка, чтобы слопать все то мясо, которое я нашел. Чтобы оно не испортилось. Давайте врубим генератор. Все. Ух, пол-дела сделано. Давайте дверь закроем. Если я буду прятаться за этой дверью, меня обнаружат или нет? А что нам гадать, если мы сейчас это все сами и узнаем? Кстати, я стою сейчас в этой комнате, где у меня и плита. Почему мне не сожрать? На странное мясо, которое у меня есть. Верно я говорю? Верно. Поэтому давайте так и сделаем. И у нас тут, оп. Слушайте, довольно неплохо дает эссенцию. И три гриба. Неплохо. Очень даже неплохо. Давайте опять с вами ныкаться. Так, по-моему, кто-то идет. Все, будем надеяться. Так, одноразовый дробовик стоит 200. Стоим и ждем. 9 часов вечера. Пока никого нету. Хотя ветерок какой-то поднимается. Давайте вот так вот сделаем. Тихо, тихо, не надо. Это что такое? Тучи какие-то или... Туман или облака. Я не могу понять, что это летает. Ну, где-то что-то двигается. В этой карте мы с вами, по-моему, начнем в первый раз, да? И мы не... Тихо. Тихо, тихо, тихо. Не надо тут ничего делать. По-моему, куда-то он в другую сторону пошел. Но главное, что он меня не увидел. Будем стоять здесь, как мыши, и молчать. Конечно, дверь меня закрывает не полностью. Все. Теперь уже точно ночь. И сейчас начнется все самое интересное. Ходит кто-то. И если я не ошибаюсь, это Банша. Только она выпускает этих всяких червей и жуков из-под земли. И так громко шагает. С пистолетиком-то я с ней не справлюсь. Мне только одна надежда на то. Оу, да ладно? Вы видели, что сейчас произошло? Пожиратель пробежал. Блин, вот его мне только здесь и не хватало. Так, смотрите, смотрите. На земле. Так, подождите. Что это? Меня вытесняют. Меня хотят отсюда выгнать. Но я сопротивляюсь. Я буду до последнего тут сидеть и никуда не выйду. Если надо, выходи сам. Получишь пулю в лоб. И, как говорится, на этом будет разговор окончен. Тихо, тихо, тихо. Если сейчас пожиратель привяжет меня и увидит. Естественно, он на меня рванет. Соответственно, тот, кто придерживает дверь, тоже. И тут меня и порешат. Слягу. А мне охота дожить до утра, получить очки репутации. Тихо, тихо, тихо. Там, по-моему, уже он не один. Слышите? Пять часов утра. Осталось немножечко нам протянуть. До первых петухов. И потом можно будет спокойно дальше идти изучать местность. Ну и для начала, я думаю, мы сбегаем к скрипачу. Что он нам там ответит. Хотя я уже догадываюсь, что ничего хорошего там не будет. Ну ладно, все, ребята. Походили здесь. Что такое это? Тихо, тихо. Походили по моему дому и валите теперь отсюда. Уже утро наступает. Все, нечего тут бродить, как у себя дома. Так, нет, вот. О, ёпт, да какого лешего двери-то закрылись. А, все, это был мой косяк, ребята. Я, видимо, сопротивлялся в ту сторону. Он нажимал, нажимал назад. И они отбежали. И дверь, соответственно, от этого приоткрылась. Да, это же надо под конец ночи. Эти трупоеды меня разобрали. Три штуки. Ну, как с ними я там должен был бороться? Естественно, я бы проиграл. Так, ну что, торговец, давай. Я у тебя выторгаю немножко патронов. Все будем по стандарту делать. Давай-ка, наверное, корпус пистолета. Нам он не нужен. И... Так, погоди-ка, вот этот надо продавать. Корпус пистолета тоже нам не нужен, в принципе. И оружейные детали. Так, и продадим. Сколько мы поимеем? Это мне нравится. Забираем обойму, патрон. Проволоку. Ну, и, конечно, я бы хотел взять... Штык-лопата не нужно. А вот насчет топора, лезвия... Дорого оно, конечно, стоит. И в данный момент у меня и есть лопата. Все. Короче, поторговались с ним. Блин, ну как же эти, а? Появились-то в ненужный момент. До сих пор немножечко меня расстроило это. С какого лешего я нажал на дверь, и она открыл... Ну ладно тебе так... Еще и не хотят выпускать. Так, верстачок. Так, давайте вот так вот сделаем. Фонарик армейский. Фонарик армейский. А нужен ли ты мне? Вот коктейль молотого, по идее, можно было бы с собой взять. Блин, а почему нам этот, как его, велосипедист не принес манатки наши? А? Может он их стырил? Хе-хе-хе. Да нет, должен привезти, рано или поздно. Че б тут еще-то такого разгрузить или забрать? Как бы все и нужно. Вот так. Подожди-ка, это что такое? Сверт. Ооо, да неужели? Ну, это уже другой разговор. Наконец-то он нам принес наши манатки. С этим делом мы разобрались. Теперь пойдемте выжигать плесень. Факел, факел у меня есть. Так. Отодвинем маленько. Ну что же, приступаем к зачистке. Три факела, ну, должно хватить. Я на это надеюсь. Давайте выжигать полностью. Здесь нам придется просто бегать очень много. И мне надоело бегать это все обходными какими-то путями. Факел довольно быстро тратится. И осталось тут вообще маленько. Все, тут мы зачистили. Для чего тут сломанные генераторы нужны? И так тоже и не понял. Ну, так, так. И все. На, ножик еще продадим. Ну что ж, плюс 145. Репутация 412. Это хорошо. Я хотел бы, ребята, у вас спросить, если кто знает, где находятся кусачки для улучшения верстака. Я ведь знаю, что там должны быть новые виды оружия. Автоматы там какие-то или еще что-нибудь в этом роде, или винтовки. Потому что патроны-то есть для них. Но сколько я уже бегаю, кусачек мне нигде не попадалось. Так, ладно. Уходим отсюда. Давайте, я не знаю, стоит. Да давайте все-таки до кучи вот здесь вот тоже сожгем. Вот так вот, хорошо. И вот здесь зачистим. Кстати, ребята, хотел вам сказать одну новость. У меня игры, которые будут идти на андроид-системах, переезжают на мой новый канал. Ну, для меня он, конечно, старый. Для вас он будет новым. Так что, ссылочку я дам позже. Если кому, конечно, интересно. Здесь останется только Хастл Кастл. Лун Тюнс, наверное. И что тут еще я могу? Ну, и еще такие мелочные игры, которые я до этого проходил. А все остальное уйдет на другой канал. И здесь останутся вот только ПК-игры. Так, забираем это все. Гвозди нам тоже нужны. И будем потихоньку ремонтироваться. Так, еще одно бревно здесь валяется. На новом канале я собираюсь проходить игры, такие как Футуру Файт. Легенды Ди Си. Что у нас там еще есть? Ниндзи Черепашки Легенды. Ну, а вы в свою очередь, если хотите, пишите мне в комментариях, какие вы хотели бы увидеть игры, прохождение или просто обзоры. И, возможно, мы с вами что-нибудь вместе покумекаем и сообразим. Игры можно писать абсолютно любые. Никаких там ограничений нету. Так что дерзайте. Давайте-ка поставим сюда капкан. И, возможно, туда, кстати, еще переедет у меня игра Клэш Рояля. Так, я думаю, наверное... А у меня больше и нету капкана. Давайте-ка сделаем. Хотя, блин, вон лежит в инвентаре. Да что я туплю. Хорошо. Один капкан здесь будет стоять. Ух ты, тут надо починить двери обязательно. Как же без них нам бегать? И нужно еще обязательно починить колодец. Все, замечательно. Так, вот я интересно думаю, а генератор тратится, когда у нас вот так вот время стоит или нет? Ладно, давайте выключим его. Чтоб зря не работал. Торгаш у меня еще здесь стоит. Как ни странно. Лампу мы передвинем с вами немножечко в другое место. Что она здесь будет у нас стоять? Так. Тут капкан, блин. Нет, не пойдет. Или же вот здесь стоять нам прятаться в углу. Так, подождите, надо включить. Или же в другом углу. Но в любом случае надо ныкаться за дверью. Другого варианта я не вижу. Потому что слишком много сквозных дыр. Вы видите, наверху вообще нельзя поставить никакие двери. Заходи, как говорится, кто хочет. Вот тут ей будет самое место. Как раз будет освещать нам проход. А за дверь я, наверное, буду прятаться за эту, которая с левой стороны. Да, будет самый подходящий вариант. Эту дверь мы подопрем шкафом. Шкаф. Хватит сопротивляться. Давайте немножко по центру поставим. Конечно, хотелось бы вот так ее развернуть. Вот. Все, самое то. Идеально, я бы даже сказал. Так, отлично. Ну, в принципе, можно сказать, что... Ага. Давайте-ка еще кое-что. Хотя вот тут бы можно было бы тоже ныкаться. Даже, не знаю, или там, или здесь. Давайте-ка. Блин, я сам себя зажал, получается, да? Да нет, в принципе, все отлично. Хе-хе-хе-хе. Буду ныкаться. Здесь. За дверью. Вот так. Да черт тебя подери, а ну... Шкаф-то, я не понимаю, какой-то странный. Блин, еще двери-то. Вот так вот мы... Поставим. Если даже кто-то начнет заходить сюда, я буду стоять просто за дверью. Ну-ка. Как это приблизительно будет выглядеть. Вот так. Интересно, прокатит этот вариант или нет. Вот так, чуть-чуть сдвинем. Все. В общем, с этим делом мы порешали. Тихо, капкан. Не вляпаться, главное. Все время забываем. Ну, самое время нам с вами прогуляться. Разведать территорию. По дому закончили. Как говорится, наводить порядок. Батарейки. Скоро сяду. Давайте тогда, наверное, возьмем фонарь. Вы прекрасно помните, что здесь много трупоедов. Шоркается. Надо быть начеку. Скелет. Какой-то лошади. И это у нас церковь. Церкви, насколько я помню, ничего нету. Так что в данный момент, я думаю, здесь нам ловить нечего. Оу, какого лешего. Ты посмотрел, он меня заметил. Гад идет ко мне. Выкусил, уродец. Все-таки дробовик эта вещь. Пока тихо. И это хорошо. Грибы. Все трещит, скрипит. Значит, у нас здесь, по ходу дела, на этой карте будут одни трупоеды. Вон они. Вон они лазают. Придется, наверное. А у меня что, нету? Блин, я думал, что это коктейль Молтова. Это просто обычный самогон у меня лежит. Называется, затарился. Ох ты, два капкана. Причем сработанных. Кто же в них вляпался? Наверняка, эти трупоеды. Как-то странно. Ничего пока интересного. Оу. Спички заберем. Ну и, естественно, бутылку тоже. Мясо. Где мы в данный момент находимся, а? Почему не отмечается по карте? Значит, у нас здесь охотничьи угодья. Должен быть где-то недалеко. Ну, наверное, мне кажется, мы уже их прошли. Хотя... Хотя вряд ли. Я там потерял много предметов. Их нужно к себе вернуть. И здесь у нас тупичок. Ладно, давайте тогда попробуем это дело оббежать. Ага. Мы уже с вами вот здесь. Перебор получается. Давайте немножечко сюда вернемся. Где-то в этой стороне должно быть у нас охотничьи угодья. Я не собираюсь там оставлять свои мана... Ёлки-палки. Это уже другой труп. Я уже думал тот же самый. Слушайте, с бутылками, с самогоном у нас тут нормально так идет. Коктейль, мол, того можно наклепать. Будь здоров. И еще, что ли, трупец? Нет, это уже, по-моему, старый. Черт, не пойму я, куда идти-то надо. Тихо, это мне не нравится звук. Наверняка трупоед где-то бегает. Черт! Я ведь видел этот капканчик, а? Уже который раз вот так вот напарываюсь. Ну, давай ты вылази. Сейчас еще каком-то чудо выйдет в перьях. И заколбасит. Кстати, заметили, да? В этой локации нету этих... Аборигенов. Диких. Только лишь трупоеды. Что-то я вокруг да около бегаю и не могу найти, куда мне примкнуться. Ладно, давайте, ребята, с вами проверим вот это вот. Я даже не знаю, что это такое, но здесь у нас очень много собак. Правда, их пока еще не видел, только лишь слышал. Но вы их тоже уже слышите, они тут лают вовсю. Так, здесь мы были с вами в прошлый раз, забирали эти грибы. Тут нужен ключ. Черт, какая-то псарня, а? Гаражи. Ну да. Гаражи с псами, почему бы и нет. Как тут пройти-то вообще? Неужели надо вот здесь оббегать? Ага, вот они где стоят. Смотрите-ка. Да-да-да-да-да. Палайте, палайте. Что, через сетку-то слабо? Оу! Чего? Вот, побежал. Смотрите, куда-то убегает. А как они там прошли? Там что, есть проем? Что-то не могу понять, что-то бегает. Оу! Ёлки-палки. Вот это засада. Черт подери, еще это здоровая псина. Сейчас меня тут расхатают, поверьте мне. Черт, я еще и вступил в спешки в грибы ядовитые. Давай ешь быстрее, восстанавливай здоровье. Ух, вроде бы повезло. Так, перезаряжаемся. Ну что, пора вернуться и отомстить. Вот она ходит здесь. Давай, беги ко мне. Бежит. Так. Да ну хорош, блин. Черт, подери. Да как ли? Нифига им не сколько патронов. И зарабатываем мясо. Блин, тут еще будет очень много мелких собак. Ух ты. Оу! Вы смотрите, что там происходит. Вот эта здоровая псина почему-то колбасит мелких. Панцирь это хорошо для броника. Проволока, тряпка и таблетки. Ой, ядрена вошь. Че ж ты там, со всеми разобралась что ли? Пришла по мою душу. Вот здесь сразу убил с двух выстрелов. А в ту аж пять раз бомбанул. Так, гвозди, наверное, мы с вами... Подождите, вот это вот. Да. Странное мясо. И сразу тишина. Походу дела эта псина там всех перегрызла. Смотрите, одни трупики только лежат. Слушайте, а как они ко мне сюда выбегали? Я что-то не врубился. Прохода вроде бы как нету. Ага, вот. Здесь можно зайти. Ящик отпустить, передвинуть. Причем он бесполезный. Деревянная дверь открыть. Вот, мы уже и внутри. Я немножко стремаюсь. Потому что не знаю, что нас здесь ожидает. Че-то мне подсказывает, нутро мое, что внутрь мы зайдем. И там будут... Кто это скулит? Псина. Тряпка. Тряпка, тряпка, тряпка. Отлично. Сигнальный факел. Забираем. И бутылка пустая. Все, уложились. Слушайте, а у меня была же вроде бы где-то отмычка. Только что мне это даст? Я, по-моему, зайду туда, откуда начал свой путь. Да, отмычка у меня есть. Самогон есть. И бинты есть. Ладно. Еще, я так понимаю, здесь нам больше делать нечего. Но как-то ведь можно же туда проб... А, вон. Че я... Хотя нет, нифига. Тут как-то телега мешается нам. И как же, скажите мне, туда попасть? Ладно, давайте попробуем открыть эту дверь отмычкой. Так, вот у меня отмычка. Посмотрим, что от этого изменится. Ага. Мы якобы вышли во двор. Ну и что, тут ничего хорошего нет для нас? Какой-то автобус старый. Валяется. Беспонтовый причем, ничего в нем нет. Хорошо, пойдемте тогда сходим вовнутрь и глянем, что у нас там будет. Так. Так. Вот это псы, они лежат, мутируются или что? Оу, ноу. Черт, мне бы сейчас бы коктейль молотого. Ох, я бы их там поджарил бы. Интересно, заметят, если я сюда подойду. Грибочков стырю. Пока все тихо. Жалко, даже дробовика нету. Просто пистолет. Попадется? Нет. Тоже не знаю. А что они там? Они жрут что-то, походу, делать? Смотрите. Видимо, да. Хавчик там давит. Ну что, больше мы ничего сделать не можем. У меня всего один капкан. В руках пистолет. И они обе прыгнули на меня. И никто не попался. Да ладно вам, блин. Третья еще откуда-то взялась. Черт, я в тупике. Да, блин, перезарядка-то. Ну, попадись, попадись ты в капкан. Бинго. Ух. Давайте заберем мясо. И металлолом. Ну, а теперь посмотрим, что они здесь жрали мясо. Оно мне не нужно. А это что такое у нас за проход тайный? О-о-о. А это кто сидит у нас? Что тут вообще происходит, а? Блин, в конце концов. Надо подлечиться, потому что вообще хпшечки на нуле практически. На запасик сделаем. Это легкие бинты. Сейчас будут 3 часа нас лечить. Тут не откроем, наверное. А нет, открыто. Смотрите, я думал, что ящик не даст нам приоткрыть ворота. О-о-о. Да ну нафиг. О-о-о, хп мало, очень, очень мало хп. Я даже не смог ударить ни разу. Ребята, вы представляете? Хреновый из меня получился воин. Ну что же, старая роща. Время 5 часов. Я думаю, нам туда бежать уже не стоит. Не успеем. Придется переночевать. И уже с первыми петухами рвать копыта именно туда. Я так понимаю, здесь бегают аборигены. Судя по тому, как они тут шоркаются, это могут только они. Но, тем не менее, пускай только рыло свое сунет ко мне, сразу пулю в лоб получит. Так, двигается, значит, где-то здесь. Ну а пока нас никто не видит, будем просто стоять. И не двигаться даже. А вот так ночку и перестаем. Ну что же, 2 часа уже почти. Все, затишье какое-то. Ай, начинается выламывание дверей. Оу! Гад, он же ко мне идет. Черт подери! Все, дрововик закончился на этом. Ну что же, будем надеяться, что вот этот лох ко мне сюда не пробьется через дверь. Да сколько же их тут, а? Помните, картинку такая была? Мы с вами находили крестик, а на нем человечек. И на голове такие, как бы вам сказать, ветки торчали. Так вот, посмотрите на этого аборигена, который лежит. Он один в один, как с той картинке. Да-да-да-да-да, конечно, хочет ко мне сюда попасть. Я же вижу твою голову через дверь. Хе-хе, но не тут-то было. Ну, а судя по этим звукам, ребята, к нам прибыл пожиратель. Сейчас начнет там все ломать. И, по идее, он должен переключиться, если пойдет ко мне сюда, на этого аборигена. Ну, будем, во всяком случае, наготове. Я взял, как видите, коктейль молотого. Тихо-тихо, идет сюда, ко мне. Ползет, ползет, ползет. Ну, давай, за аборигеном беги. Что-то там, что ли, застрелил. А, вот, он только проломал дверь. Ага, вот оно и выходит. Все, он побежал за аборигеном. И мы, наверное, успеваем с вами до утречка. С одной стороны, нам абориген даже спас жизнь, грубо говоря. Спасибо ему за это. Ну, а мы с вами переходим в 31-й день. Ну, и на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok